Друзья, эта тема сейчас о том, о чем мне часто спрашивают мои пациенты о продуктах, которые разжигают, либо сгущают кровь И часто мне задают вопрос на эту тему мои пациенты И я сейчас постараюсь ответить Я выложу это в инстаграм и полную запись я выложу в ютуб Потому что там удобнее выкладывать В инстаграме, к сожалению, все это срезается Что касается продуктов, сгущающих кровь Вот как таковых, что продукты вот именно сразу сгущают, их нет Но те, которые способствуют сгущению, это продукты, которые содержат витамин К Не путайте, друзья, с калием и кальцием Я часто об этом говорю своим пациентам на приеме Это разные вещи Витамин К содержится больше в продуктах зеленых Зеленый чай, зеленый лук, шнит, щавель, шпинат, авокадо, киви и так далее И зеленые вот такие салаты, капусты Брокколи в том числе И поэтому их рекомендуется ограничить в приеме Некоторые пациенты говорят, ну мы любим Самое главное не наседать И я еще помню с бакулевских времен, когда я работал врачом, сердечно-сосудистым хирургом После протезирования клапанов сердца, механическими клапанами и так далее Мы часто пациентам и говорили, чтобы они ограничили эти продукты Потому что, к сожалению, они способны сгущению крови Но это не у всех, друзья Потому что бывает, что некоторые пациенты постоянно принимают эти продукты Живут на растительной диете, есть веганы И у них это все в порядке Ничего не сгущается и так далее Почему это происходит? Есть определенные индивидуальные характеристики, особенности организма У некоторых пациентов, к примеру, вот употребляют при недостатке витамина D Огромное количество витамина D в виде препарата Вегантол, Аквадатрим, Детримакс и так далее Но он у них не усваивается Точно так же и продукты, содержащие витамин К У кого-то очень легко усваивается, у кого-то усваивается плохо Поэтому все настолько индивидуально Поэтому я своим пациентам говорю, пусть они по этому поводу не переживают Но если боятся тромбоза, если есть склонность к тромбофилии, то есть сгущению крови Пусть они эти продукты ограничат Что касается продуктов, которые растворяют кровь, как таковы их называют Некоторые говорят, что алкоголь умеренно благодаря тому это происходит Что угнетается функция печени Как правило, факторы свертываемости крови, когда я еще учился в институте, их было порядка 12 Сейчас вот мы читаем периодические литературы, их 12, 14, 15 уже говорят Где-то еще нашли какие-то факторы свертываемости И каждый раз это будет, естественно, увеличиться Потому что наука не стоит на месте Но при этом, друзья, надо иметь в виду обязательно такую вещь Что я, по крайней мере, не знаю продукты, которые, ну, растворяют кровь Или вот сказать, что строго сгущают кровь Как еще раз скажу, все настолько индивидуально Если это все было бы, тогда не было бы препаратов, которые сгущают кровь Или препараты, которые рожают кровь И это не совсем корректно Вот часто мои пациенты любят читать какие-то литературы и так далее Мы же остываемся на доказательной базе И читаем литературу, которая имеет доказательную базу В частности, медицинские журналы, рецензируемые в ВАГ Мы на какие-то там статьи, на какие-то шоу Или что-нибудь такие передачи, где обсуждают здоровый образ жизни по телевизору Мы на эту информацию не опираемся Потому что, еще раз повторюсь, очень важно, чтобы была доказательная база Если продукты так легко разжали бы или сгущали бы кровь Ну, наверное, врачи чаще использовали бы их в своей практике Но мы используем препараты, которые, к примеру, разжают кровь Это аспирин, кардиомагнил, тромбас, кардиоаспирин Вот, и они отличаются только тем, что у них оболочка другая Естественно, когда вы их назначаете, чаще всего, да, рекомендуют смотреть на агрегацию крови Кто-то их пьет бесконечно И надо делать, конечно, некоторые перерывы Потому что можно вызвать аутоиммунную идиопатическую тромбоцитопиническую порпу Это когда точками покрывается тело Я помню в своей практике у одного пациента такое было, который длительное время это принимал Поэтому будьте аккуратнее тоже Для каждого препарата есть свои показания и противопоказания Люди старше 40 лет, в Европе, кстати, очень часто аспириновые препараты принимают Салицил, салициловой кислотой Поэтому у них это как бы вот так Некоторые мои пациенты говорят, что им назначали там препарат, который сгущает кровь Ну, а мы обычно в такой используем в практике Есть там какие-то кровотечения Я помню еще с баклевских времен Назначали аминокопронку Женщинам чаще всего гинекологи называют Назначают векасол Вот в таблетках и в гинекологии используют Я помню на скорой, когда еще работал фершин, скорая помощь, будучи студентом Мы кололи там зила То есть препараты исключительно, не продукты, а препараты Поэтому старайтесь, друзья, не читать какую-то информацию ненужную И не лечить, не заниматься самолечением Все эти препараты, еще раз повторюсь, имеют показания и противопоказания При том, что противопоказаний довольно-таки достаточно Вот И сейчас очень много заказных статей, которые заказывают сами фармкомпании Да, и у нас, к сожалению, беспорядочно покупают разные препараты Это категорически делать нельзя Во время ковида начали часто назначать препараты, рожающие кровь Они, конечно, уместны Вот И назначают прямого действия антикоагулянта и непрямого Есть уколы клексана, фраксипарина, фрагмина, гепарина и так далее Это одна группа препаратов Есть препараты антикоагулянта, варфарин, синкумар И препараты фенилин Вот Конечно, при их приеме надо следить за МНО, ПТИ И очень строго просто При назначении того же клексана или гепарина смотрят на АЧТВ Вот Поэтому Каждый препарат влияет на определенный фактор То есть Делая клексан МНО особо ничего не покажет И поэтому На каждый препарат есть свое отражение в анализе Поэтому надо строго это понимать И еще раз Все это делать строго после консультации и осмотра у сосудистых хирургов Как правило, некоторые пациенты хотят получить онлайн-консультацию Друзья, это не совсем правильно Я это не рекомендую делать Потому что Нужно человеку всегда обследоваться Бывает, что тромбы скрытые Назначают препараты и так далее Потом происходит тромбоэмболия Что заканчивается в некоторых случаях даже летальным исходом Это очень-очень опасно Вот И часто я слышу от пациентов Что вот, назначили А потому что сами пациенты периодически вот хотят Жить такой на лайтовой стороне жизни Что просто позвонили, их проконсультировали Написали сообщение Скажите, пожалуйста, доктор Как это? Доктор не в Англии, не на Страдамус Доктор должен побеседовать, обследовать, пощупать И только после этого написать соответствующее лечение Вот, друзья Поэтому Еще раз повторюсь, резюмируя то, что я сказал Что продукты, которые разжижают или сгущают кровь, как таковых нету Есть продукты, которые способствуют Но сгущению или разжижению крови Да, еще раз скажу Чаще, конечно, сгущению крови Вот Рожжающий кровепродукт Это все, что угнетает функцию печени Поэтому нужно все есть дозированно То есть, не наседать на некоторые продукты И следить за своим здоровьем Вовремя обследоваться Неважно, какому врачу, сосудистому хирургу пошли В каком городе Нужно проводить обследование УЗИ вен Потому что большая часть венозных тромбозов Бывает именно на ноге Можно делать артериальные программы Смотреть артерии нижней конечности Очень много моих замечательных коллег Работают в Москве, в области Обращайтесь, друзья Смотрите, кто сосудистый хирург Обращайтесь А если видите Такую анализ Есть Наследственная тромбофилия Генетический риск тромбофилии Где четко Выявляют по факторам Какой фактор у человека страдает И к чему он может привести Поэтому консультируют Также гематологи Очень часто У нас есть институт гематологии И там специалисты хорошие Поэтому не занимайтесь, пожалуйста, самолечением И еще раз повторюсь Не думайте, что есть какой-то препарат Про него написано, что он рожает кровь Это прямо вот у вас все так и будет Ничего подобного Если все так легко было бы Не было бы препаратов аспиринового Ряда антикоагулянтов Антиагрегантов И так далее Потому что все настолько индивидуально Я еще раз повторюсь Что даже у людей с недостатком железа И низким гемоглобином Гипохромным То есть не всегда препараты железа помогают Если даже пить таблетированные формы Поэтому некоторым даже приходится капать Потому что есть такие факторы Как желудочный сок Который препятствует полному усвоению В лукоице двенадцатиперстной кишке В кишке бывают проблемы Потому что там тоже соответственно То эрозия, то язвы Именно в лукоице происходит Поэтому не всегда все усваивается Поэтому будьте аккуратнее И кишечки у нас бывают Колиты Неспецифические Язвенные колиты Просто колит И так далее Факторов очень много Проблем очень много В любом случае Консультируйтесь с врачами Не смотрите там Обычные какие-то статьи Зожевские Где там обычные общие слова И там иногда мои коллеги любят Сейчас это очень стало модно В инстаграмах, ютубах Массово Там рекомендуют какие-то Не надо, друзья, вестись на это Всегда на очном приеме Неважно, к какому врачу вы пойдете Своему там Почитайте отзывы, если хотите У меня очень много хороших коллег Сосудистых хирургов Я знаю врачей очень много хороших В Первой Градской В городских больницах в Москве В Бакуевском институте Поэтому Ходите, вовремя консультируйтесь В регионах тоже очень много Хороших специалистов И ко мне приходят Очень часто из регионов Любят там Иногда поругать своих Врачей И в итоге получается Не столько сами врачи виноваты Сколько пациенты Которые не соблюдают Требования и рекомендации Друзья Вам всего доброго Берегите себя Не болейте Вот Если будут вопросы Записаться можно Либо через директ Инстаграм Либо если в YouTube То под каждым видео Есть Описание И контакты мои Поэтому Хотите ко мне Записывайтесь Пожалуйста Вот Всего вам доброго До свидания Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok